Всем здарова дорогие друзья, с вами как всегда Ник, мы продолжаем играть с ми в различные андроид игрушки и возвращаемся в Genshin Impact. Собственно, наконец-то я взамен своего старого сломанного диска прикупил новый и установил на него все. Винду и проги различные. Единственное, по-моему, что мне осталось только шрифты найти для фотошопа и в принципе все. Что у нас нужно сделать, получается, по особое событие, да, там появилось какое-то событие на различные награды, но оно меня особо не интересует. У нас вышел ивент, точнее, сюжетное здание сказуха, у нас вышел ивент какой-то с бомбами какими-то и события альбома. Вот, путешествие, цветочная колыбель, хранится вечно. Раскрасть альбом путешествий, серьезно? А-а-а! Нажмите Escape на ПК, а на андроиде... А почему на андроиде не показано? Ладно, я это не буду проходить на запись, потому что это как бы... Нафиг надо, это просто раскраска. А я, возможно, займусь этим как раз-таки на ПК, потому что, ну, на телефоне это делать, наверное, вряд ли удобно. Да и тем более тратить заряд телефона на такие действия тоже такое себе. Давайте я вам покажу, что у нас осталось пройти. Некоторые части записи у меня стерлись, потому что остались на сломанном жестком диске еще до того, как я их выложил на канал. Поэтому, возможно, пара событий ивента старенького уже получается у меня не попала на запись. То есть я имею в виду как раз-таки вот этот ивент «Легенда о мече ветра». Видите, я прошел четыре этапа. Каждый этап я прошел минимум на 4300, по-моему, если не ошибаюсь, по очкам. Да? Да, по-моему, 4300. И у меня осталось пройти еще три этапа за четыре дня. Новое событие появилось буквально сегодня или вчера. Вчера вроде бы. Война бабах мечей, восемь дней, опять же, как бы механизмы. Это старенькое событие. Вот новое появилось, сюжетное событие с казухой. И, собственно, также появилось пробное испытание. И давайте мы для начала пойдем посмотрим, что из себя представляет казуха. Также я потратил достаточно много камней, столько за кадром. Где-то 30 призывов сделал на казуху. Но из этих всех 30 призывов мне не выпала ни казуха, никакая лего. Мне просто насыпали одно оружие четырех звезд и три перса четырех звезд. Фишель, по-моему, уже у меня пятого созвездия, то есть предпоследнего. Ну давайте попробуем поиграть за казуху и посмотрим вообще, что он из себя представляет. Вместе с нами хилер Барбара. Итак, смотрим. Базовые атаки. Максимально стандартные базовые атаки. Мячом вообще ничем не примечательные. Медленнее даже, чем и Джин, я бы сказал. Но последний удар, да. Это у нас сильный удар. Блин. Он знаете, на кого похож этот казуха? Он похож на стандартного персонажа, то есть на Итера, либо Люмин. То есть главного героя, который у нас сейчас во всей этой истории. У них примерно такие же атаки. Я не удивлюсь, если у него и навык такой же. Давайте посмотрим. Так, он замывает вверх и затем ударяет и ставит какую-то ветряную фигню. Это есть зажать. А если я просто нажму... Нет, точно так же. То есть при зажатии я просто взлетаю, видимо, чуть выше. Ну ладно, сейчас, короче, посмотрим, что он из себя представляет. Поехали. Кто против нас будет? Вряд ли Ледяные или Крио Слаймы, да, скорее всего. Может быть, тут какой-то тайминг надо выдерживать? Но я сомневаюсь. Мне кажется, вот это вот и есть как бы полный урон, который я могу влить за казуху. Может, надо при падении задерживать кнопку удара? О, у меня появилась ульта. Давайте посмотрим, что она делает. Волна. Понял, принял. Нифига себе, у него быстро перезаряжается эта шняга. Ну, понятно, я понял примерно, как работает казуха. В принципе, перст неплохой. Но я бы не сказал, что у него прям какая-то супер-мега-офигенная механика этого, как его называется-то. Нифига себе, он даже... У него атаки усиляются, видимо, то ли после ульты, то ли после навыка. А, ветром. Потому что у него какой-то витринный меч появляется. Надо это проверить. Давайте посмотрим. Вот, я ударяю. Да, смотрите, и теперь мои атаки. Видите? По-моему, завершающий комбо удар у меня является витринным. Или это он оставляет просто сферу после себя? А, нет. Это он оставляет, видимо, какой-то поле после себя, которое время от времени дамажит. Ну, ясно. В общем-то, я бы хотел, конечно, выбить казуху. Но до гаранта мне еще как до луны. Даже для шанса 50 на 50 мне еще как до луны. То есть паков там 50 мне вроде бы нужно еще открыть. Или 60, чтобы... У меня было бы шанс 50 на 50. Но если повезет, может быть, еще за время действия этого пака мы накопим с вами на еще 10 призывов. И, может быть, выбьем казуху себе. Если повезет, опять же. Ну, а пока можно забыть о нем на некоторое время. Потому что шариков нет, камней истока нет. Надо сейчас вот выполнять все эти ивентовые штуки, собирать камни истока. И, в принципе, надеяться на прокачку. И на то, что дадут достаточно много камней истока. Раскраски заполнять вот те же, да. То есть максимизировать, так сказать, количество моих камней истока. Так, я могу сразу забрать сейчас, получается, в этом забеге награду. Угу. Осенний вестер, багряные листья. Я думаю, мы сюжетку пока сразу не пойдем. Пройдем ее чуть позже. Потому что я хочу пройти ивент. А то я иначе его не успею пройти, если начну сюжетку. И если там будет какой-то особо сложный этап, и я на нем застряну больше, чем на один день, я просто не успею его пройти. Поэтому давайте мы выдвинемся с вами на отмельяугуан. И будем пытаться проходить этот ивент на максимальном уровне сложности, как обычно. Но при этом не со всеми перками, а только с их частью. Потому что нам не надо прям до максимум усложнять себе прохождение. Нам нужно просто, чтобы было 3 тысячи... Ой, 4 тысячи 300 очков, по-моему, да? Блин, можно было сразу телепортироваться к той штуке. К порталу. Я в итоге... Телепортировался к чекпоинту. О, отстала. Видимо, у нее не очень большой радиус преследования. Ой, ну чё, поехали, пацаны. Остались самые сложные этапы. Бой с самураями. Бой с водяным архонтом. И последний этап, который я не знаю, с кем будет драться. С кем мы будем драться. Но можно будет посмотреть. Мне кажется, мы будем драться либо против всех, либо против кого-то одного из них. Сейчас посмотрим. Да, видите, 4 300 я минимум накапливал в любом из испытаний. И у нас осталось пройти водяного, самураев и, соответственно, последний этап. Я не знаю, кто сейчас узнает. А, да, двое будут. А, нет, не двое, трое. Как я и говорил, короче, в одной серии, которая, может быть, удалилась, что будут три пацана одновременно. Либо друг за другом. Короче, надо будет это еще пройти. Возможно, здесь будет и Роди, и Вишоп, и Самурай. Либо же они будут идти по очереди. То есть сначала Вишоп, потом Роди, а потом Самурай. Но этот этап будет самым долгим. Возможно, у нас сегодня вся серия уйдет на прохождение этих этапов. Но, может быть, мы даже и не успеем пройти все три. Посмотрим. Собственно, первый у нас бонус имеет Розария, Кли. Но у меня Кли есть, но она не прокачена. Поэтому, да, я, кстати, докачал последний уровень слияния на Кацин. 90-й уровень почти. Я поднял 85-й, по-моему. Мне пока карта опыта не хватает. Мне нужно фармить цветки артери земли. И у меня моры не так много. Ну, поехали на Родию. Во-первых, значит, не берем лимит времени. Берем только ХП противников. Выбираем экспертную сложность. И будем сейчас, собственно... Утками и хорьками нет, пожалуйста. По смерти гидромимики, созданной кинетом, оставляя взрывающиеся водяные бомбы. Так, ну вот это вот увеличиваем. Это тоже замороженные противники восстанавливают ХП в секунду. Нет, мне это не нужно. Это тоже неинтересно, активация взрыва стихий. Сила атаки давайте увеличим. Физ сопротивления, пиро сопротивления. У нас 3200, нам надо еще что-то взять. Ниже 70, его сила атаки увеличивается. На 60% пониженная сила атаки при ХП ниже 70. Давайте возьмем. И у нас еще надо взять время отката навыков обязательно. Блин, а у меня не хватает очков. Мне надо, видимо, еще что-то взять. Мне нужно 4300. Активация взрыва стихий. Персонаж, получивший крит попадания, теряет 5% в своем макс ХП. И в итоге убить может. Ой, это вообще мерзкая тема. Блин, а я не могу взять достаточное количество перков, чтобы мне было прям комфортно. Блин, и мне надо еще дофига перков так-то взять. Блин, утками и хорьками это, конечно, неприятно. Ну ладно, утками и хорьками, окей. Замороженные противники восстанавливают здоровье. Это нам точно не надо. Крит попадания теряет макс ХП. Можно попробовать играть без гаюнь. То есть чисто через трех персонажей, в принципе. Если мы возьмем вот этот перк. Активация взрыва стихий увеличивает урон, получаемый. Тут надо, короче, чтобы взять 4300, нужно взять почти все перки, кроме одного. Это вообще жесть какая-то. Ну и кроме времени. Ну давайте возьмем вот это, окей. Я не знаю, мы вряд ли пройдем на такой сложности, но мы хотя попытаемся. Можно, конечно, взять, допустим, убрать вот этот вот перк и в принципе будет нормально. Потому что мы в некоторых испытаниях накопили с вами чуть больше очков, чем нужно. И поэтому, типа, нам не нужно столько очков, да? То есть 4300 не обязательно копить. Да, давайте мы сделаем вот так. Может даже еще один перк на самом деле отрубить. Но тогда мне придется в других испытаниях больше очков набивать. Да, давайте я все-таки, наверное... Так, ну это будет у меня, получается, 21600, если я пройду, да? 21600, и мне нужно будет следующих гораздо больше очков набивать, да? Ну давайте рискнем, окей. Блин, хотя, на самом деле, ладно. Я просто думаю, что я не пройду, иначе этот этап. Если я заберу еще один перк на увеличение урона после взрыва стихии, то у меня будет очень больно будут бить меня противники, и я это не пройду. Так что давайте просто попробуем пройти на 4000. Я думаю, этого нам будет более-менее достаточно. Так, ну давай, Роди, показывай, на что ты способна. Будем с тобой сейчас разбираться. Отдалейте всех врагов, побеждено океанидов 0 из 1. Так, ну здорово. Я просто знаю, что на следующих двух этапах можно будет выбрать большее количество очков. Поэтому, да. Да, конечно, здоровье у нее до жопы. В этом плане. Те, хорошо. Попал вроде бы относительно. Не так, чтобы много урона, конечно, нанес. Не хочет она ни в какую использовать ни мимиков, ни атаки. Тогда я бы на бейдол переключаюсь. Блин, вот этот вот эффект, конечно, заморозки. Ой, точнее, электро, он мне только в минус иногда играет. Еще, блин, навыки долго восстанавливаются. В три раза дольше, почти что. Может, ты будешь мимиков создавать, алло? Я бы хотел как-то, я не знаю, подраться и с мимиками тоже. Давайте я попробую использовать здесь все-таки ульту Байдоу, чтобы попробовать внести как можно больше урона. О, мимики пошли, наконец-то. Хорошо. У нас будут хорьками и этими. Кстати, одни из самых неприятных противников, на самом деле. Очень много урона вносят. И при этом очень жирные сами по себе. Кстати, мы можем, знаете, что сделать? Мы можем с вами поесть еды какой-нибудь крутой, чтобы побыстрее, как сказать, выносить противников. Поэтому давайте сожмем искушение адепта. Так, давай еще на 320 единиц атаки. Уфиз урон давай используем. Давайте крит-шанс обязательно возьмем. Силу атаки еще можно повысить. Защита. Прочность щита. Но это мне не интересно особо. И можно взять еще, допустим... Ну, не знаю. Мне кажется, пойдет. Я, кстати, не помню, что делают утки. Но утки, по-моему, они какие-то не особо опасные. То есть они не настолько жесткие, как... Так, заряжен статус, кастуем. Да, утки, они какие-то более-менее такие, знаете. В этом плане, может быть, даже и хорошо, что утки здесь у нас. Блин, жалко, что у них иммунитет к моим некоторым атакам. Блин, эти взрывы какие-то странные. Вот они мне немножко раздражают. Еще вот эти вот волны какие-то возникают. Блин, придется использовать хилу, а то что-то больно как-то. Так, впитываем урон, возвращаем урон обратно противнику. Меняемся на делюка и немножко через пира дамажим мимика. Блин, ну как же долго восстанавливаются навыки. Это мне так фокапит на самом деле все. Так, давайте заряжен эффект сделаем. Блин, как же долго восстанавливаются навыки. Я так не привык к этой фигне. А почему они хилятся? Я не понимаю, подождите-ка. Мне показалось, или они хилились, или это я хилился? А то, допустим, у белок почему-то здоровье вообще не тратится. Как мне кажется. Блин, не могу больше восстанавливать здоровье. Давайте сделаем вот так. Затем ульта пойдет, почему бы нет. Чисто через базовые атаки, через перегрузку можно внести очень даже неплохой урон. Не, они вроде теряют здоровье, но что-то не так быстро, как хотелось бы, конечно. Блин, офигеть, эти белки, конечно, жесткие какие-то. Можно, конечно, замораживать их и играть чисто вот через заморозочки. Ой, чуть было джинни потерял, сейчас делюк может отвалиться. Да блин, я использую еду, она меня не хилит. Какого черта? И они не атакуют, главное, когда ты зажимаешь навык на Бейдоу. Так, давайте я запущу ульту от делюка, потому что почему бы нет. Фух, увернулся от атаки мимика. Не, подожди, они реально хилятся? Откуда у них здоровье? Так, этого я не понимаю. Я же вроде отключил перк на замороженные противники, восстанавливают 1% урона в секунду. Какой фига у них откил идет, я не понимаю вот этой фигни. Я же вроде бы убрал откил, какого черта? Как мне их убивать, если они будут хилиться постоянно? Ну смотрите, они просто фулл хп себе восстанавливают. Какого черта, спрашивается? Как я должен убить бессмертных мимиков? Алло, игра. Может быть, они не хилятся, а просто очень медленно теряют здоровье? Нет, смотрите, они восстанавливают. Когда они стоят, они просто восстанавливают себе здоровье. Может быть, это какая-то особенность именно белок? Я фиг его знает. Да блин, как же долго восстанавливаются навыки. Я просто не могу задамаживать их. Но в принципе, я могу попытаться их более-менее вот так вот, в принципе, зарашить, я не знаю. Даже смотря на то, что они хилятся, я в принципе, могу их более-менее пробивать. Да, смотрите-ка, более-менее урон все-таки входит по ним. Может быть, вот эта вот сфера их лечит, я не знаю. Раз пар, два пар, три пар. Усиляем атаку, возвращаем урон. Переключаем Синаджин, ибо надо уже на ульту накапливать себе очки. Попытаемся завалить белку чисто за Джин, потому что нам нужно копить на ульту, и мы на белке, пока она одна, можем накопить себе достаточно много энергии. Но все-таки я отхил, я смог как-то их перебить, я, правда, не знаю как, но как-то смог. Так, ну я думаю, мне хватит энергии, пока на Джин надо влить урон из-за других персонажей. Блин, она опять отхилилась, ну кого черта? Я не понимаю, как они хилятся, честно говоря, то есть в каких условиях. О, ну наконец-то я ее убил. Так, ну эта бомба, она меня не особо пугает. У нее не такой, чтобы огромный радиус поражения. Так, эээ, прерывистые потоки надо использовать, окей. Алло, спасти меня, игра. Так, ну, запускаем ульту пародии. Она увернулась? Серьезно. Так, хватит уже уворачиваться, дай мне в себя хотя бы раз попасть. Ой, это бомба опять. Так, хорошо, более-менее увернулся. Так, на, получай. Давайте ультанем за Джин. Пародии, чтобы десяточку кс-ок урона не внести. Так, опять перерывистые потоки надо использовать, окей. Блин, я чуть было не упал сейчас с них. Так, здорово, подруга. Давай еще один. Мне уже жалко, эффект еды закончился, ну да ладно. Хм, че так больно-то, алло? Если бы она, конечно, вот так вот не уворачивалась все время, все время не перемещалась, было бы гораздо удобнее с ней сражаться. А то с этими бесконечными перемещениями, конечно, мало чего приятного. Ну, я потихоньку ее дамажу вроде бы, да? Чисто так. Ну, куда вот... Вот зачем он сейчас сюда ударил, Делюка, а? Алло. Так, хорошо. Ну, у нее, в принципе, треть здоровья осталось, но нам, скорее всего, придется еще сражаться за как минимум одной пачкой водяных монстров, как мне кажется. Нифига себе, меня пассивка вылечила вообще жесткая. Успел вернуться более-менее, хорошо. Господи, как же медленно у них перезаряжаются вот эти вот навыки все. У меня сейчас Джин погибнет. Ну да, о чем я и говорил. Надо ее воскрешать. Да блин, зачем вы сменили меня на Гаюню? У меня... Она не очень сильно в этом режиме. Хотя, если бы она была у меня прокачиваться... Так. Так, спасибо, что спасли меня. Так, дайте я кое-что проверю сейчас, пока у нас это вот, это вот. Я бы хотел рыбой вылечить Джин по возможности, чтобы я потом мог ее использовать из чар. Да блин, меня вот бесит босс тем, что она постоянно, короче, перемещается. И я не могу просто по ней попасть из-за этого. А еще очень много крабов появилось. Прям дофига. Блин, я не понимаю, Дзилюка, ну ты издеваешься, что ли? Он запускает свою ульту в любое место, кроме как в противнике. И как он только что столько урона смог получить вообще? Эти крабы еще, по-моему, хилятся, да, как-то? Как же они меня раздражают, эти крабы. Но есть и, конечно, плюс еще в некоторых крабах, потому что у них сравнительно мало здоровья по сравнению с другими мимиками. Проблема в том, что тут все мимики, они покуда хилятся как-то. Далеко можно просто восстановить здоровье. Через Гиду. Блин, эти крабы, они вообще умирают или как? Сколько мне их надо бить, чтобы их убить? Они просто восстанавливают себе фулл хп. Вот в чем проблема. То есть я не могу их добить никак. Они, не знаю, чего. Господи, как мне бить этот океанит? Я не могу в него попасть. Он постоянно взлетает. И он неуязвим в атаках, когда он летит. Для атак. Господи, как вы меня все задолбали, особенно крабы. Это просто жесть какая-то. Я не могу отхилиться. Опять у меня не используется хил. Осминительная делюка уже. Да какая... Что происходит? Почему я не могу ничего сейчас сделать? Просто фулл откил сразу на всех. Я не мог менять персонажей, чтобы вы понимали. Почему-то у меня в связках только один удар. Ааа, у персонажей. О, да неужели я одного краба убил? Да не может быть магия. Очень раздражающие противники. Преконец-то я по ней попал. Да блин, у тебя крабов как будто становится только больше, честно говоря. Блин, у меня чуть было не Байдоу не сдохло. Совсем немножко... У нее здоровье осталось. О, да неужели я научился ее фокусить более-менее? Эти крабы вообще когда-нибудь закончатся? Алло. Че их так миллионы? Ну блин, ну навыки не перезарядились. Ну че я сделаю здесь? Так, хорошо. Опять, где Люкфик знает, куда навык использует. Он использует его в любое место, только не по противникам. Блин, как же отстойно, когда навыки перезаряжаются очень долго. Это прям очень неудобно. Ау, господи, когда пять крабов или шесть стреляет в одну точку, это прям жопа. Так, мне надо залезть наверх. Можно меня поднять? Спасибо. Давайте сделаем вот так. Я ничего не понимаю, что здесь происходит по большей части. Вот сейчас опять какая-то сильная атака производится, и я от нее даже увернуться не могу. Ну а мы почти убили босса, тем временем осталось всем чуть-чуть, чтобы его добить. У меня еще и лаги какие-то неприятные. О, господи, наконец-то ты сдохла. Как же я рад. Ну окей, четыре тысячи рекорд, все, до свидания. Неприятный босс. Наверное, один из самых неприятных среди всех боссов. Мы ее прошли на 4300. А это значит, что в следующих этапах нам нужно будет пройти за большее количество очков. Это будет самое жесткое, наверное, в этом плане. Так, ну можно, в принципе, постараться забрать сейчас свои камни истока. Ну как постараться? Забрать, конечно же. А, блин, я забыл еще забрать награды за очки. Самое главное, что мы получили карточку Песнь Битвы. Остальное это, в принципе, Мора и Камешки. Это не так важно. Но хотелось бы тоже забрать. И у нас, в принципе, остается 8400 накопить. То есть нам надо... 8400 ведь так, да? Да, 8400. И это значит по 4200 за этап нужно будет проходить. Я думал, на самом деле, нужно будет больше очков. Но, видимо, я в первых этапах все-таки достаточно много себе очков плюс собрал. И мне сейчас надо накапливать гораздо меньше. То есть 4200 надо просто пройти испытание на 4200. Время отката навыков увеличено. КП противников берем. Уровень сложности эксперт. Защищенный щитом наносит крио электрон ближайшему врагу каждой сил. Сила атаки персонажей без щита понижена на 50%. Неприятный, конечно, бонус. Давайте посмотрим. КП Магу Кенки Бегущего Иня увеличена. Одинокое ветро увеличено. К испытанию добавляется Магу Кенки Маска Ужаса. Можно взять третьего, кстати, Магу Кенки. Чисто по приколу. Но я чувствую, они тогда меня развалят. Сила атаки персонажей на поле боя ниже. Блин, я хочу, я хочу с тремя сразиться. Активация взрыва стихи увеличивает урон. Получаем 7 членов отряда. Персонаж, совершивший крип попадания, теряет здоровье. Прочность щитов. Давайте возьмем силу атаки. Гидра сопротивления вообще не пугает меня. Пира. Ну, пира неприятную я возьму. Повышен шанс Бегущинин. Подожди, подожди. Аааа! Взрывы стихи повышают силу атаки. Неплохо, я возьму. Так, лимит времени мы брать не будем. Надо еще взять чего-то на 250 очков. Морозный драйв. Но последнее брать не буду, вот эти вот штуки. Сила атаки снижена при хп ниже 50%. Ну, можно, в принципе, взять, почему бы нет. И надо взять еще какой-то один перк. Одно, так сказать. Давайте морозный драйв. Я, в принципе, не пугаюсь этой фигни. Ну и все, у нас 4 450. Можно даже что-то отменить, потому что нам нужно 4 200. Я, наверное... Сила атаки монстров, прочность щита, сила атаки персонажей с хп. Вот, давайте вот это уберем. Да, и, в принципе, меня все устраивает более-менее. Ну все, поехали. Я просто взял третьего Магу Кенги, потому что это интересно. И реально интересно сразиться сразу с тремя Магу Кенги. Хоть какое-то разнообразие будет по сравнению с вторым этапом. Точнее, с третьим, по-моему. Он в третьем же только появляется после Роди. Новый Магу Кенги. Почему бы я не сразиться сразу с тремя? И заодно посмотреть, что может вообще третий. Если он будет, конечно, очень жестким, а переиграем, уже уберем его. Если я не смогу победить его без этого. Да, это обычный Магу Кенги, я понял. Это тот, который всегда был, в принципе. Да, у них Пиро Сопротивление же. Я забыл совсем об этом. Очень больно, кстати, не джин дамажит. Кстати, давайте мы кое-что сделаем сейчас по-быстренькому. Я хочу, наверное, еды себе накинуть. Надо было, кстати, и с Роди второй раз еду использовать, когда первые бонусы прошли. Так, я возьму, наверное, Сопротивление льду, потому что оно должно работать. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Ну, в принципе, я думаю, этой еды будет достаточно. Так, хорошо. Отражаем урон. Хорошо. Ну да, просто интереснее разражаться сразу против трех. Главное только затащить эту партию. И они не бьют, посмотрите-ка. Они ждут, короче, когда у меня этот навык пропадет в этом плане. Блин, очень долго навыки восстанавливаются. Конечно, очень неприятная тема. Давайте ультанем, почему бы нет. Но с тремя просто гораздо интереснее сражаться, чем с двумя Магу Кэнги. Поэтому решил взять двоих. Ой, троих. Давайте, убейте мне еще Гаюнь. Вот этот вот вообще самый проблемный. Главное, от него избавиться, на самом деле. Блин, как же долго восстанавливаются навыки. Это вообще жесть. О, ну у меня сейчас будет хил. Отлично. Как бы хил это хорошо. Так, пошла жара. Ой. Запускаем ульту сразу же. Хоть у них и пониженное пересопротивление, все равно это урон. Дайте сменить на персона другого. Блин, капец. Они одновременно использовали навыки. Прожимал как сумасшедший на скиллы, но у меня не получалось никак это... Не получалось никак использовать штуки-дрюки. Не нужно, наверное, одинокого ветра больше всего убить. А самый безобидный это, наверное, маска ужаса. Ну а получай, почему бы нет на 9000 тебе сразу. Надо накопить себе на ульту на джин. Небольшая заморозочка не критична. Блин, я не того фокуса, надо фокусить вот этого парня. То есть именно Витринова. Он самый опасный из всех. Отражаем атаки, бла-бла-бла. У нас, конечно, пира у них сопротивление повышенное, но хоть сколько там можно влить урона. Надо копить новую ульту на всякий случай на джин. Подождите, они хилятся или мне кажется? Не, мне кажется, наверное. Да, блин, не дают мне использовать отражение. Так, давайте запустим ульту. Мне хотя бы от одного хотя бы избавиться в Магфенге будет уже попроще. Знаете, блин, отхил не сработал опять же. Я же вроде бы не делал еще на джин. Почему меня не дают отхилиться через еду? Вот это вот сфера, которая появляется, она... Так, получайте. Да, блин, дурацкая фигня. Так, меня волнует вопрос, почему я не могу хилиться за джин. Алло, игра, за что? А, наелся и не может, вот в чем проблема. Окей. Ну, тогда поиграть за других, подождать, пока у нас восстановится... У джина это... аппетит появится, короче. просто ваншот, понимаю. Ну, мы сразу воскрешаем, тут в принципе не проблема. Ну, наконец-то я могу отхилиться, господи, не прошло десяти лет. и можно еще похавать, тоже вариант. Отражаем атаку за бейдол. медленно верно вот этих двух парнишей мы проносим. Охренеть, что так много урона? так, отражаем атаку. Третий магукэнки вообще где-то там стоит, знаете, в отдалении. раз, два, три. Нифига себе, наконец-то у меня получилось. Так, не-не-не-не-не, давай без вот этой шняги, окей? Да блин, дайте ульту нажать, и я сменюсь. Офигеть у них урона, конечно, это жопа. Не могу хилиться больше пока за джин. Но у меня почти есть ульта, надзи, нужно только дожить. А третий магукэнки, он вообще как будто в бою не участвует, он как-то очень пассивно себя ведет. Так, мне бы хотелось еще сожрать хоть немножко какой-то усиляющей еды, потому что все бафы закончились. Ну, давайте хотя бы вот эту вот штуку просто возьмем, и по возможности еще надо бы накормить джин, но я думаю, что у меня просто нет уже... Да. А нет, смотрите, я смог ее похилить. Мне только на гаюнь, кстати, еда доступна на данный момент. Так, отвалите от меня, дайте мне немножко подамаживай. Ну, куда ты бьешь, алло? Так, отражаем урон. вливаем за джин, кстати, неплохой дэмэдж сейчас прошел. Ни хрена не видно. так, пошла жара через ульту. Так, хорошо. Хил, хил не получается использовать, понимаем. А третий могу кэнки, он, короче, просто стоит и особо не парится, видимо, ни насчет чего. но у нас уже почти минус один идет тем временем. Блин, не могу похилиться, к сожалению. вот это меня огорчает в этом плане. Да, господи, когда уже спадет эффект хила, я что-то не понимаю. Так, не могу похилить ее, делюка не могу, байдоу не могу. У нас есть некоторые проблемы с хилом с вами. Потому что у всех трех персов уже очень мало здоровья. Иди в жопу! И причем не надо вон того убивать-то, по сути. Вот, филился, нормальная тема. Мне это как можно быстрее накопить себе на ульту джин. Так, чуть было не потерял джин, а надо аккуратнее играть. Блин, не могу еще хилить этого. Ой, иди в задний. Нифига себе у тебя радиус! Да, блин, твою мать! придется играть без делюка пока что. Ну, наконец-то я хотя бы одного из них убил. Дальше будет попроще хотя бы. Скоро и второй отвалится у нас в принципе. Да-да-да, пошел нафиг называется. еще 70 секунд ждать до отхила. Я очень надеюсь, что они будут воскрешаться кемагу кэнги из-за того, что. Капец. Впитал все, что можно впитать. давайте на джин переключимся, надо накапливать ей ульту. придется пока немножечко это за бейдо посражаться. вот эти вот штуки, которые они кастуют, они ж такой себе. Опять эта морозная фигня, которая наносит урон по площади. О, отхилился нормально идти. Да блин, всрал навык только что, понимаю. Так, надо по возможности подхилить от всех, кто есть. Так, восстанавливает хп, берем на делюка, еще, давайте, а бейдоу нельзя восстановить. Джин тоже, давайте гаюнь, у меня рыбобелка начинает заканчиваться. Блин, зачем я бейдоу выбрал, идиота, кусок? Уберите, пожалуйста, эту шнягу. спасибо. Успела фил заюзать, нормальная тема. Да блин, он просто меня бьет, даже когда я в этом. А вот этот вот говнюк, который третий, он просто спамит своими этими дальними атаками. Это немножко напрягает, честно говоря. нечего. будем... Ну, он один остался, он уже вряд ли что-то сможет сделать. Нет. он подсирал весь матч и сам по себе он не то чтобы много урона наносит. как я понимаю, боссов нельзя подкидывать, либо типа, да вот что-то с ними делать. очень, конечно, неприятно, что Бейдоу нету. Нету Бейдоу у нас в команде на данный момент. Господи, ему сейчас это здоровье буду сносить целую вечность. так, хорошо. Блин, надо было кил использовать тульты, когда уже Бейдоу можно было воскресить. как же жарко у нас сегодня, это капец. Господи, он ты сдохнешь уже когда-нибудь, алло? Причем он кастует на навыки достаточно редко, то есть не то, чтобы он прямо какой-то особенно проблемный в этом плане. Просто мне его долго бить надо, вот и все. Так. пошла ульта, почему бы нет. Может даже не ворачиваться от этих вот так, они особо много урона не наносят. если мы с ним постоянно находимся вблизи, он дальние атаки не использует в виде телепортации своей маски вот этой дебильной. И как бы гораздо проще с ним справляться в этом плане. в этом плане. Блин, как же долго копятся навыки, это жесть. О, наконец-то первая ульта накопилась. давайте еще задилюка ему внесем урона. И будем вот так вот продолжать тыкать, тыркать, тыркать его, пока он не отвалится. Но третий Маку Кенки, он самый слабый, вот этот вот третий. Но если бы он был еще сильнее, чем первый либо второй, наверное, это было бы слишком жестко по отношению к игрокам в Геншине. Если бы он был еще сильнее, чем они. Но вблизи он вообще ничего не может. Издалекам хотя бы может свои дурацкие телепортирующие маски делать, но вблизи он вообще ничего не может. То есть мы его вообще буквально изи-бризи разносим. Без каких-либо проблем. У него ни урона нету, ни особых каких-то отталкиваний, да, то есть он, только единственная атака может меня не оттолкнуть, к которой он практически никогда не попадает. Он и так долго кастует, что от нее можно очень легко вернуться. Я просто сейчас специально не увернулся, чтобы проверить, отталкивает она или нет. То есть просто вот так вот отходишь и все как можно попытаться заблокировать эту атаку с помощью байдол чтобы отразить на него очень много урона. В принципе страта рабочая. Мне после этого надо будет сбегать либо в маншнат либо в льюэй скрафтить себе немного еды. Потому что у меня почти вся еда закончилась и на третьего босса у меня уже может не хватить ее. Ой господи наконец-то я это сделал все до свидания и теперь мне надо еще получается 4150 очков накопить на получается финальный этап. На финальном этапе столько накопить. Надеюсь сегодня мы успеем это пройти с вами. Потому что первые два босса но мы с ними очень долго дрались. они прям жесткие. А третье это будет сразу три босса либо одновременно если будет одновременно это жопа. А если будут по очереди то ладно типа пофигу. Но если они будут по очереди я буду бить достаточно долго чуваки. Это да. Жарко жарко сегодня конечно. Так ну давайте я сбегаю по быстренькому в Манштад и изготовлю себе немножко еды. именно восстанавливающее здоровье потому что я очень много потратил поэтому поехали. Так короче сбегаю я в Манштад изготовил себе 68 блюд рыбы белки 65 если быть точным. Давайте здесь заберем еще пару наград и нам нужно всего накопить 4150 очков в последнем испытании. Еще 60 камней столько замечательно ну и поехали я думаю. Посмотрим что будет в третьем этапе. Я очень надеюсь что они не будут все одновременно против меня драться иначе это будет реально задница в этом плане. Так уровень сложности давайте пойдем так очень много требований всяких видимо для разного для каждого босса свое эксперт выбираем у нас уже множитель очков x5 так и тут на каждого босса короче можно выбрать свои перки можно вот здесь периодические взрывы взять а ударная волна это топ это стоит брать больше мечей ветра повышен шанс активации повышен шанс активации марс драйва больше водяных колонн так пузыри я не хочу пиросопротивление увеличено криосопротивление физсопротивление блин что все такие мерзкие перки давайте начнем снизу не подожди уменьшенное количество прерывистых потоков берем мимиков берем гидромимики будут коршунами и хорьками нет хп создание чистых вот увеличено увеличено иния это я не хочу третьего магу кенги я тоже наверное брать не буду сегодня можно вот это взять хотя давайте возьмем хотя блин неприятный щит конечно смена персонажа увеличивает урон активация взрывостяки увеличивает урон эффективность эффективность лечения нет прочность щита давайте возьмем ээээм я просто не хочу им повышать здоровье чтобы побыстрее их завалить давайте мы возьмем лучше других перков ну давайте крио сопротивление повысим пира сопротивление повысим фис не хочу так нам нужно 4,150. Эффективность лечения не хочу. Время откатывания элементального навыка. Блин, это так долго будет, честно говоря. Давайте зону возьмем. Всплеска увеличенную. Еще я хотел бы, блин, придется, мне кажется, брать все-таки увеличение здоровья им. Всем. Потому что иначе я просто... Хотя я могу вот взять чисто еще 2 по 40 и будет нормально. Давайте силу атаки им увеличим. Почему бы нет? Еще нужно одно взять и у нас будет все чики-пики. Можно щит взять, конечно. Ну, такое себе. Коршунами и хорьками брать точно не хочу. Давайте посмотрим, что наверху у нас. фис сопротивления брать точно не охота, потому что я и так сделал сопротивление крио и пира. Блин, тут нету нормальных перков. Вот в чем проблема, да? Можно, конечно, взять, допустим, здесь увеличение на 25% здоровья у противника, в принципе, как вариант. Требен с Ну ладно, давайте не будем париться И просто немножко повысим всем О, давайте вот это вот возьмем А, мне не хватает, да? Я должен брать... О, идеально, кстати Сила атаки понижается на 35%, но при этом, как бы, да Да, 4150 у меня будет ровно, получается, 30 тысяч при прохождении Я же ничего не путаю, вроде бы нет Давайте вот так вот пойдем То есть я сейчас не буду брать им огромный увеличение запаса здоровья Вообще никому из противников не взял, даже мимикам Просто потому, что так будет гораздо быстрее пройти это испытание И, в принципе, да Здесь так-то, по сути, можно, наверное, десятку косарей вообще Если все перки активировать Можно десятку косарей этого сделать Ну, как я понимаю, сейчас должно быть все достаточно простенькое у нас Главное, чтобы все три босса не были одновременно против меня Тогда будет, конечно, жопа Но если они будут идти по очереди, я должен с ними более-менее справиться Ну, поехали Посмотрим, как, собственно, оно все будет Так, четыре противника, окей Так, ну пока я вижу только Океанида, на самом деле Давайте мы его ультанем Не знаю, правда, зачем, но, типа, пусть будет Главное, что у противников нет электросопротивления Это меня уже радует И, как я понимаю, да Мы будем драться с боссами по очереди просто Тем более, Океанид сейчас будет получать очень много урона От наших атак Ну, что, ты будешь мимикам создавать или как? Да, будет, отлично Ну, и, типа, мимиков мы будем убивать достаточно быстро Кстати, за смерть каждого из мимиков еще идет, этот, урон по Океаниду Что тоже очень неплохо Пис сопротивления не стал брать, чтобы как раз-таки за джин базовыми атаками Дамажить нормально самураев и гео-вишопа Так, еще минус один Так, от бомб желательно вернуться, конечно Так, заряжен Почему бы нет Ну, все, добиваем, собственно, кабана И у нас опять Родия появляется Так, надо вернуться Сейчас сделаем Там крабы начали появляться, эти дурацкие Так, все, отлично, спрыгиваем Блин, уворачиваются, конечно, неприятно Ой-ой-ой-ой-ой-ой, эти взрывы Ну, вроде бы по ней более-менее нормально попал Ой, у меня же уменьшены эти потоки Да, минус бейдол, к сожалению Я забыл, что у меня уменьшено количество потоков Которые, типа Да, блин, ты задолбала Как же она больно бьет, а Вроде попал по ней Уже неплохо Блин, надо как-то через эти потоки перейти Так, вижу, вижу Сейчас иду Нормально Как говорится, хилимся, живем Да, блин, ну куда вот ты бьешь, алло Придется здесь отхилить и джин и Давайте, кстати, мы это Еды похаваем На усиление Так, это все понятно Давайте вот эту шнягу заедим Не-не-не-не Вот эту шнягу заедим Эту шнягу заедим Шанс крит попадания Защиту давай сюда Разную Ну и давайте еще криво Сопротивление Хотя мне оно особо сейчас не надо Так, мне надо сейчас увернуться На ветряных потоках Ой, не на ветряных потоках А, да блин, твою мать Не успел Блин, да когда мне уже дадут Восстановить нужное количество Энергии Наконец-то Да блин, я не попал что ли по ней? Походу нет Так, спускаемся вниз Я почти ее убил Нет, совсем немножко осталось Так, одного я убил, окей, хорошо Минус океанит хотя бы идет Теперь гео-вишак Блин, а че он такой жирный? Я же не прав ему бонус к здоровью Щиты есть всякие прикольные Это хорошо Так, погоди Сейчас все будет, братан Сейчас все будет Как же больно он бьет, а? У меня почему-то энергия Очень медленно восстанавливается Хотя я вроде не брал никаких перков На уменьшение восстановления Этой шняги Офига себе Бейдоу, конечно, ему сносит Нормально так Здоровье Вот уже, по сути, минус Пол-кп у него На, получай Давайте ультанем Почему бы нет? Лишним не будет Немножко можно подхилить джин Отражаем урон Вливаем его по Гео-вишапу Я, наверное, не буду использовать на этого Гео-вишапу ульту Бейдоу Наверное, так его завалю чисто Сейчас начнутся эти взрывы чешуи Дурацкие То есть он начнет ставить вот эти вот камешки По всей локации Так, на, получай Блин, так хочется использовать ульту Бейдоу И так не хочется ее использовать одновременно Хочется оставить ее на магу Хэнке Блин, почти же его добил Не удается только последний удар нанести Все, минус второй босс И у нас остался финальный босс Это магу Хэнке Я предлагаю сразу использовать ульту Джин Затем отражаем урон Используем ульту Бейдоу Капец, они дамажат, конечно О, они сбили мне защиту Ульту Бейдоу Неплохо Ой-ой-ой, больно Я могу откилиться В принципе, не проблема Блин, никак не хотят они атаковать Когда я слишком рано щит прожимаю Дофигеть, сколько урона, конечно А че вы так много урона наносите, братаны? Что я то ли расслабился, то ли че Но у меня просто выносят героев за секунды, честно говоря Это какая-то жопа реально А че они так быстро умирают, алло? Что с этими чуваками не так? Почему так много урона? Опять началось 25 Блин, мне надо как-то за Джин Че-то сделать Но я не могу отхилить ее Вот в чем проблема У нее переизбыток еды Я могу сейчас проиграть реально То есть они какие-то конченые эти магу-хэнки Видимо не стоило брать перк На увеличение количества волн Да твою мать, да как ты? Отвали Блин, я жалею, что я взял перк на увеличение волна Который может выпускать вот это существо, скажем так Ну и че мне вот сейчас делать? Я проиграл, можно сказать О, иди в задницу, пожалуйста Да, я проиграл Минус 4 перца, просто Какого хрена так много урона от них? Я просто не понимаю Попробовать снова? А мне надо будет снова перки выставлять или как? Это просто жопа Откуда у него столько урона? Это же жесть какая-то Просто вот эти вот витрины И главное ледяной стал почему-то дамажить От него никогда не было столько урона А он стал почему-то наносить гораздо больше урона Я тупо не успеваю отхиливаться Ничего не успеваю сделать Меня просто разносят за считанные секунды Я ничего не успеваю сделать Я серяю всех персов от 1-2 атак противника Это что такое вообще? Ладно, попытка номер 2 Давайте сразу закинемся какой-нибудь едой хотя бы Мизерной Так, сюда-сюда Давайте на защиту тоже что-нибудь возьмем Надо было еды сожрать перед битвой с Магу Кенги Реально, без еды мне кажется с ним справиться гораздо сложнее А интересно, тут боссы идут по очереди или чисто на рандоме? То есть первым может быть как Магу Кенги? Нет, тут видимо идет определенная очередность Сразу же вливаем как можно больше урона по Океаниду Да как ты увернулся, ты издеваешься? Так, сейчас будем мимика вбить Мне хоть сейчас очень быстро их по-фасту пройти Но спешить тоже не надо Потому что это чревато ошибками А если я буду совершать много ошибок Я могу и проиграть Так, от бомб поворачиваемся сразу Бомбы нам не интересны Так, от бомб опять же вворачиваемся На, получай тебе прям по лицу Блин, она использовала ульту Алло Прерывистый поток меня подвел Он поднялся раньше и без меня Окей Так, минус скрабика Это значит минус здоровье Вот этой вот шляпе Успел? Да, вроде успел Хорошо Вот что-то родие, конечно Если я сегодня не успею пройти Наверное вне записи это пройду Без лагов мне будет в тысячу раз проще Это все сделать Да ты издеваешься? Да хватит прям на меня спамить Эту шняги свои Поднимайся, алло Спасибо Мне нужна ульта На джин Не стоило брать, короче Увеличение количества этих штук На Да блин, задолбали уже С этими водяными штуками Чуть было не заменился Сейчас на байдул А у него здоровья-то нету Да вы задолбали уже Ну реально Да почему я не могу просто замениться Буквально на секундочку На перца Чтобы он не умер Я просто не могу по ней попасть Из-за того, что она постоянно летает Да-да-да Сейчас будет опять ее усиленная атака Надо сразу Спрятаться На вот эту шнягу залезть Капец У меня почти все персонажи мертвы Чтоб вы понимали Кроме джин Ой, иди в задницу Своими вот этими штуками Отхилю-ка джин А от греха подальше Проиграть сейчас еще раз Я бы не хотел Потому что У меня очень долго Перезаряжается ульта Меня вот это Че не нравится мне Блин, да как я не попал-то По тебе, алло Блин, че-то жопа какая-то Чуваки Че-то реально какая-то задница Мне надо бы Отхилить себе персов Сейчас по возможности И желательно сделать это Вот в этом меню Чтобы было удобнее Где вся моя рыба? Вопрос в этом А, вот рыба Давайте используем Так, сюда Я не той едой ее хилю Ну все Я более-менее Отхилил себе персов Хотя бы немножечко Так, надо вернуться Обязательно сейчас Ой, господи Какое жопное Какое жопное испытание Конечно Да как попало Ты че издеваешься Я уже залез на эту штуку Я уже залез и поднялся И меня все равно задело Да ты сдохнешь или нет Когда-нибудь Охренеть Да задолбали эти шарики Да сдохни ты, пожалуйста Господи Где потоки? Ладно, так увернусь Все, сдохни нафиг О, господи Даже с родией Уже возникают проблемы Да, давай Больше дупли Чтобы я успел Себе ульту Настэкать Так, у меня есть щиты Всякие разные О, даже без ульты Я немножко, понемножку Хилю себе персов Так, подожди, подожди И он остановился Что за логика Так, хорошо Как не попал? Ты что, издеваешься? Щит берем Мне нужен хил Мне нужен серьезный хил На джин Поэтому надо Как можно быстрее Накапливать себе Навыки Блин, еще немножко Еще один элементальный навык Использовать Все, пошел в жопу Куда ты бьешь, алё? Так, берем щиты Не дают передохнуть Просто бесконечно Спамить атаками Так, щит забираю Так, минус почти он Ой, блин Попал под все кристаллы Ну ладно Хотя бы Он умер Начинается Начинается Сразу же начали Атаковать Своими усиленными Атаками Пацаны Господи Как же много урона Да блин Да ты издеваешься Что ли? Подожди секунду Мне надо В моем сухпайке Кое-что сделать Так Где мой сухпайок Мне надо сюда Закинуть Просто сейчас Хил для Восстановления здоровья Давайте Стейк чемпиона Возьмем Он еще будет Неплохо хилить И я бы хотел Еще сейчас Заняться Восстановлением здоровья Во-первых Да Перснажем Так Где мой стейк Чемпиона Блин В этих блюдах Фиг Блин Голову сломишь Ориентироваться Сразу Делюка Воскрешаем И Восстанавливаем Ему здоровье По возможности Давайте Курочкой Джин Не могу Восстановить К сожалению У нее Уже Переизбыток Еды Она наелась И я бы хотел Еще взять Всякие Различные Вот Да Блин Я случайно Несколько Блюд Съел Разных Так И обязательно Что-нибудь На щит Охренеть О нет Я не могу Больше Килиться За Этого Только не эта Атака Блин Отлично Получилось Джин Отхилить Уже Неплохо Да блин Ну почему Именно Сейчас Ты Использовал Эту Атаку Да я Даже Ульту Не успел Прожать Алло Игра Как же Сука Больно Иди В жопу Ну блин Опять Это Атака Я не могу Хилиться Чтоб Вы понимали Я чувствую Не пройду Я это Сейчас При всем Моем Желании Я У меня Просто Не Получится Это Сделать Так Мне надо По возможности Отхилить Те Кто Еще Не Наелся А у Делюка Полное Здоровье Неплохо Оу Вернулся Какая Какая же Жопа Хоть Кого-то Из них Убить Было бы Гораздо Проще Ой У меня У меня Лагать Начал У меня Разрядился Телефон А знаете Что это значит Это значит Что мы Сейчас Срем Скорее Сего Из-за Этого У нас Делюка Как-то Убили Непонятным Образом Для меня Зря Я взял Перк На увеличение Количества Волн От Магу Кенги Я не могу Здесь Ничего Сделать Не защититься Ничего Ладно Я хотя бы Бэйдоу Не потерял Уже Неплохо Но Просто Два Удара Меча И я Мертв Это Как бы Здравствуйте Ну да Еще Вот это Вот Поле Дурацкое Да Оно Наносит Урон То есть Морозная Земля Вот Эта Дурацкая Я ничего Не могу Сделать Ладно Я пройду Это Наверное Вне записи Сегодня Потому что Ну С записью С лагами Очень сложно Уворачиваться От противников Да 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 Покинуть Подземелье И Выберу Наверное Какие-нибудь Другие Перки Не буду Брать Вот На этого Магу Кенги Увеличение Количества Волн Это Просто Жопа Как же Больно Они Бьют Это Просто Жесть Ладно В общем-то На этом Буду Пока Наверное Тогда Заканчивать Вам Как-нибудь Справлюсь Нихрена Просто Два Раза Ему Всрал Урон Какой-то Нереальный Просто Джин За два Удара Убивать С 28 Тысячами Здоровья Два Раза Получаешь Тычку Все Ты Мертв Охренеть Можно И при этом Почему-то Очень Медленно Восстанавливается Энергия Неужели Я взял Перк На Уменьшенное Восстановление Энергии Если так То тоже Конечно Жопа Да Вейнер Тоже Не буду Брать Этот Перк Потому что Надо Гораздо Чаще Использовать Ульту Ибо Мне Просто Хила Не Хватает В команде Из-за того Что Очень Медленно Заполняется Шкала Ульты Ладно В общем-то Меня Это Немножко Сбесило Но Тем Не На Этом Я Это Пройду Это Изи Будет В принципе На Этом Буду Заканчивать Пока Б Пока Большое Вам Спасибо За Просмотр А С вами Был Ник Удачи До Скорых Встреч И Мы Еще Обязательно Увидимся На Этом Пока Что Все Пока Пока